Воспитание не позволяет плющить женщину, она очень хочется. Всем привет! Не зря пришел сегодня. Чувствуется, что не зря. У тебя синий поезд! Нифига! Поздравляю! Красиво! Здорово! Привет! Расскажи мне, как ты выбираешь партнера на день борьбы? Ну, первый, кто попадется, а кто поближе, то и выбираю. Дедушка, бабушка и маленький младенец. Дети, женщины? Да. Чем меньше, тем лучше. Как ты выбираешься партнеров на спарринг на день борьбы? По-разному. Иногда они меня выбирают, иногда я их... Ну, ты как-то присматриваешься или тебе пофиг, ты рубишься и все. А, я стараюсь иногда, так сказать, по размеру. Точнее, у вас есть некоторый недостаток габаритных соперников. Поменьше выбираешь, да? Покрупнее. Иногда поопытнее. Всегда рад побороться с более опытными соперниками. Путборные пояса. Скажите, пожалуйста, как вы выбираете себе партнера на день борьбы? Если есть желающие. А есть ли этот желающий 120 килограммов черный пояс? Доброится принимать вызов. Ну, найти противника тяжелее. 100 килограмм? Вряд ли получится. Кто свободен, точно так же, с тем и боремся. Накапливаю ошибки, запоминаю их потом. Прихожу на тренировки, достаю тренера вопросами. А что надо было делать? Записываешь схватки? Ну, запоминаю, запоминаю, где проиграл, там, как пропустил, какой прием не знал, как из него выходить. Потом тренировок постоянно спрашивает. Скажите, пожалуйста, как вы выбираете себе партнера на день борьбы? С любым вообще без проблем. Один на один с любым вообще без проблем. Кто хочет, тот берет. Я не выгодаю. Ко мне подходят. Сами. Руку поднимаю. Ну, конечно, стараюсь внутренне, конечно, выбирать себе более, то есть, так сказать, опытней. Для этого я пришел. Странно, никто не говорит, что я себе еще полегче партнера. А зачем мне сказать легче партнера? Полегче он просто на улицу накинулся никому бездушевого. Надо бороться с людьми, которые в сто раз лучше тебя борются. Тяжко, но можно двигаться. Я выбираю всегда послабее. Чтобы поотрабатывать или почувствовать себя королем? Я выбираю, как правило, стараюсь тоже посильнее выбирать, для такого же уровня, чтобы проверить себе свои силы. Для меня это самое важное, чтобы понять, как дальше расти и тренироваться. Я обычно снимаю, отрабатываю, борюсь, у меня просто избивают, и все. О-с-с-с-с-с. Как вы выбираете себе партнеров на дне борьбы? Полегче, послабее, поотрабатывать? Стараюсь с того же массы, примерно в той же категории. Если есть возможность с кем-то сильнее ролика, я только с радостью. Как вы выбираете себе партнера на день борьбы? Кто свободен, кто подходит. С теми болимся. Ну, то есть у тебя нет намерения там полегче кого-то выбрать или наоборот потяжелее порубиться? Если сильно устаешь, можно полегче выбрать, отдохнуть. А так не смотрю, предлагаю, боремся. А есть какая-то тактика, например, там, начиная с белых поясов, заканчивая черными? Нет, вообще без разницы. Наоборот, интереснее, когда сильные соперники. Устаешь, проигрываешь, потом, кто слабее, начинаешь свои ошибки на нем оттачивать. Вот, есть наша тактика. Какая-то тактика. Первым делом я внимательно смотрю, кто-то как борется. Сразу отсекаю цветы. Потом сразу отсекаю больших и сильных. Учеников размаза тоже отсекаю. С чемпионами не борюсь. Вообще, как бы, перед началом схватки я всегда требую полный список достижений, годы занятий, опыт рукопашки, джиу-джитсу. И если нормально, если все устраивает, то да, борюсь. Короче, женщины и дети. Женщины, ну, неизвестно. Все-таки, знаешь, воспитание не позволяет плющить женщину. А очень хочется. Руку поднимаю. И если находится человек с такой же поднятой рукой, оцениваю примерно антопатриотические данные и вес, и выбираю. Не, я на самом деле здесь гость, и мне совсем интересно. Поэтому это принципиально. Ну, я знаю примерно уровень своих соперников, с кем мне будет интересно побороться. Я определяю по уровню мастерства. На вес не смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...